Сегодня у Гомельской областной клиничной больницы открылись два новые отделения – аллергологичная и таракальная. А Бодва Дальгетуль находились у туберкулезным диспансеры. После открытия летость новых корпусов детящей больницы на Жарковского у областной вызвалились целые поверхи. На их головное управление Охова здоровья Абулвыконкама выросла разместить так необходимые тут отделения. Марина Джалая с подробязностями. Кожное отделение различено на 50 пациентов. А находление тут специалистов разных профилей сделает диагностику и лечения больше оперативным и эффективным. Свежий ремонт, просторные палаты. Лечиться в комфортных умовах не так сумно. Многим пациентам необходимо проводить в больницах шмат часу. Рыма Кучина в аллергологическом отделении не в першиню. Некольких годов тому Мазыранку уджалила оса. Ядно всякомого выкликал тяжкую аллергическую реакцию. С тягом часа аллергия начала проявляться на леке и ежу. Зараз треба регулярно проходить лечения. Лечит меня тут. Хорошо помогает. Поэтому не приезжала, если бы не помогала. Врачи хорошие, доброжелательные, грамотные. И таки вежливые. И вообще весь медперсонал вежливый, заботливый. Все больные довольны. Максимальности обследования лечения пациента в новом аллергологическом отделении не пораунально лепшие. Поширилась, например, лабораторная диагностика. Доступным стало консультование пациентов со сподорожными захворываниями. У областной клиничной больницы есть литерально все специалисты, необходимые аллергологам при лечении своих пациентов. Эндокринологи, гастроэнтерологи, лоры, хирурги, стоматологи. И это еще не все. Сказала, есть очень хорошая возможность проводить методы токсикации организма. То есть, когда тяжелые пациенты поступают к нам с реверическими заболеваниями, раньше возможности не было. Сейчас мы можем провести плазминфирию, асогимосорбцию. То есть, это, конечно, ускоряет сроки выздоровления. И, естественно, пациенты поправляются быстрее. И им, как сказать, качество жизни улучшается. Так они у нас недели-две лежали. Сейчас мы будем надеяться, что за неделю сможем мы с ними справиться. А это новое таракальное отделение. Тут проводится хирургичное лечение захворваний и травматичных пошкоджений органов грудной клетки. Сюда и несколько дней тому трапил гомельчанин Алексей Маслов. Мужчина вертался с работы, ганок был покрыт льдом. Подвернулась нога, и Алексей упал. Вельми не удало. Зломал ребры. А яны проткнули легкое. Пришлось экстра нарабить операцию. Зломал четыре ребра, повредил легкое. Быстро доставили, быстро оказали помощь. Так что оказали квалифицированно. Хорошо. Как вы теперь себя чувствуете? Ну, уже гораздо лучше. Хорошо, иду на поправку. Может, уже скоро и выпишут. И когда у Алексея Маслова это была первая операция, то у гомельчанки Антонины Глуховой – пятая. Жанчина пошла на штоходовую флорографию. Здымок показал изменения у легких. Пришлось отдать сгоду на госпитализацию. И не в забаве – на диагностичную операцию. Ее выники покажут, якого характеру новоутворение. Мне очень, в общем, понравилось. Я здесь первый раз. И я обижаться никак не могу, потому что ко мне отнеслись очень хорошо. Высокотехнологичные методики хирургичного лечения, яке выкористовываются у тем лику у таракальном отделении, потребуют одночасового удела операций урачов разных специальностей. А кроме того, при травмировании людей часто диагностуются поли травмы. И поспех лечения залежит от того, те окажутся в этот час побольше с пациентом, специалистами потребных профилю. За год праздделение будет проходить около полутора тысяч пациентов. 70% – необходимое хирургичное вмешательство. Половина из произведенных операций, они относятся к категории малоинвазивных с использованием лапароскопической техники. И опять-таки, надо сказать, большую благодарность нашему областполкому, главному управлению здравоохранения областполкома. На этот год запланировано выделение финансовых средств достаточно больших для приобретения оборудования именно для таракального отделения, чтобы помощь профессиональная была оказана на еще более высоком профессиональном уровне. Открытие новых отделений в этой еще не все, что заплановано в Гомельской областной клинической больнице на этот год. Кировничество медустановы каже, что все лета тут сделают широкие кроки в развитии отделений и умыцовании материальной базы. А мы будем сочить за всеми изменениями и отлюстрировать их в репортажах. Марина Джалая, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».